Добрый вечер и как всегда в конце недели подводим итоги работы нашего городского хозяйства. Начать хотелось бы с довольно-таки острой темы. Это улица канатная, перекрытие на канатной и те работы, которые ведет наше КПТГО по замене теплотрассы. Хотелось бы отметить, что как и анонсировали, работы мы завершили с опережением графика. С опережением существенным на 15 дней. То есть сейчас уже ведется асфальтировка, это работы выполнены на все 100%. Да, дождь внес это коррективы в нашу работу, но тем не менее все равно по улице канатной эти работы завершены с большим опережением и достаточно скоро мы восстановим по канатной движение в полном объеме. Также хотелось бы сегодня затронуть еще тему КП, о котором говорили до сих пор мы немного. Тему КП СМЭП. Много замещаний, много нарицаний на работу этого КП было и от жителей в социальных сетях, и в тех сообщениях, которые мне пишут, и я получаю. И так в личных беседах. Мы со своей стороны выполнили инвентаризацию всех пешеходных переходов. Начали с этого. И уже могу вам сказать, что есть это ряд существенных замечаний к этой работе руководства. Есть это пешеходные переходы, которые ведут никуда. Либо в зеленые насаждения, либо в опору, либо в парковку, парковочные места, где может быть запаркован автомобиль. Поэтому к этой работе КП СМЭП действительно есть замечания. Возможно, они это повлекут за собой кадровые перестановки. Сейчас пока разбираемся и уже это работаем с пешеходными переходами. Уверен, достаточно быстро мы наведем и в этом аспекте порядок. Также хотелось бы сегодня вернуться к теме общежития. Многие знают, кто не знает, расскажу коротко в чем ситуация. Есть собственник этого общежития, так называемый собственник. Насколько так он себя это позиционирует, так это либо нет, пусть разбираются контролирующие органы. Сейчас, месяц назад, отключил людей от этой коммуникации. А там живет достаточно много людей в этом общежитии, в одном корпусе, которые и от воды, и от электричества, и от газоснабжения были отключены. Не будем говорить о его моральной стороне, сделать такое в период карантина, с учетом, что в этом общежитии живут семьи с малыми детьми. Есть там люди и с ограниченными физическими возможностями. Тем более, с учетом того, что есть эта постанова Кабмина, которая четко говорит о том, что в период карантина этого делать нельзя. Тем более, что есть это решение комиссии ТЭП-ЧЭП, ЧС, Малиновского района, которая обязала собственников восстановить как водоснабжение, так и электроснабжение. Ничего этого выполнено не было. Поэтому мы со стороны города, со стороны Малиновской администрации подали заявление в полицию. Эта полиция сейчас ведет ту работу, которая должна вести, принимает необходимые меры. Ну а мы со своей стороны, со стороны города, чтобы не оставлять людей наедине с этой бедой. Водоснабжение вернули уже, и мы об этом говорили. А сейчас с помощью установленного генератора возле общежития также вернули электроснабжение. Да, пока оно будет это по часам, но тем не менее, это электроснабжение восстановили. И до тех пор, пока собственника не обяжут вернуть в полном объеме электроснабжение, там будет это работать наш генератор. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, видимся через неделю. Будем обсуждать новые важные темы в нашем городском хозяйстве. До встречи.